Всем привет! Продолжаем шоу «Потерянный сигнал» на канале Протокола SCP, где мы обсуждаем разные штуки из этой фантастической вселенной и всё, что около неё. На другом своём канале я, кстати, делаю разбор довольно неожиданной вещи сериала по Слендермену под названием Marble Hornets. Удивительно интересное зрелище, как оказалось. Если вы в своё время видели по Слендеру только всякие простенькие игры и тот кринжовый фильм, и пропустили этот сияющий бриллиант, что зовётся Marble Hornets, советую посмотреть, что я там разбираю. Довольно-таки интересная штука, скажу я вам. Ссылку оставлю в описании. Но Слендермен это не SCP. А знаете, кто ещё не SCP? Правильно! Продолжается некоторое бурление по поводу сиреноголового творения канадского художника Тревора Хендерса. Вскоре после выхода того моего видео, в котором я объяснил, почему сиреноголовый не SCP, сам его текст снесли из песочницы, где он висел как SCP-6789. Теперь на месте этой страницы красуется надпись, что он не SCP. Больше не SCP, богу не SCP. При этом произошёл небольшой троллинг. На сайте фонда появился объект SCP-5987, который называется Сиреноголовый, и внутри документа зовётся как раз SCP-6789-AN. Но теперь это пиратский корабль-призрак, со статуей Сирена на нём. Не то, что та долговязая сухопутная крыса. Я так понимаю, что это сделано для поисковых машин, чтобы они попадали на эту страницу, когда кто-то набирает SCP-6789 в поиске. Но сейчас поисковая выдача ещё круче, потому что на первом месте в этой выдаче шуточный объект SCP-6789-RUJ, который про говорящих раков, рассказывающих о том, что они работают в фонде и содержат скромника, детка и крокодила. Вы, возможно, даже несколько таких знаете лично. В то же время Тревор Хендерсон, автор того самого Сиреноголового, что не корабль, начал воевать с каналами, которые используют образ его творения в том контексте, что это объект фонда, и даже кому-то там кинул страйк. Но получил совсем не ту реакцию, которую ожидал. Ведь люди на ютубе как бы не очень любят, когда кто-то так качает права, и сделали недовольное лицо. Потому Тревор дал заднюю и пообещал разобраться как-то иначе. А потом и вовсе сказал, что пока не будет постить в соцсетях, мол, ему надо подумать. Тревор настроен решительно, но не очень. Ну и вообще, сейчас весь его твиттер заполнен репостами по поводу известных эпичных событий в США, где он всячески поддерживает протестующих. Также политотой занят и твиттер другого деятеля, автора мультсериала по SCP-Configment, Лорда Банга. Ретвита о том, что тех полицейских с действием, в которых начались протесты, осудят по всей строгости законы. Заявление самого автора, что теперь он стал серьёзнее относиться к жизни. Чё-то я аж проникся, я тоже так могу. Вот, например. Смотрите, ребята. Есть дядя-сторонник власти, а есть дядя-оппозиционер. Дядя-сторонник говорит, что надо голосовать за поправки в Конституцию, пугая страшными геями и теориями заговора. Я люблю поехавшие теории, но какая взаимосвязь? Охрен его знает. А вот смотрите, дядя-оппозиционер говорит чуток другое. Голосование ничего не решает, потому что всенародное голосование не предусмотрено. Но ведь ещё в редакции Конституции 93-го года, в стадии 135 пункте 3, написано, что оно предусмотрено. И как раз оно и всё решает. Выходит, что он врёт. А, я понял. Они оба врут и преследуют одну цель. Чтобы те, кто хотят голосовать за, например, старые бабушки, которые в стране физическое большинство, пришли. А те, кто против, например, молодые люди не пришли. А почему они так говорят? Потому что они продажные шлю. Ух, ладно. Не будем о грустном. Из не грустного есть то, что у заключения, похоже, появился ещё один аниматор. И теперь Лорд Банк будет делать серии ещё быстрее. Уже, конечно, хотелось бы на самом деле увидеть новую серию, учитывая, что не считая короткий первоапрельский эпизод и тот, что из Лего, прошло больше, чем полгода с выхода прошлой серии. Но когда в твоей стране творится историческая фигня, участвовать в ней, конечно, круто. Но, надеюсь, ребята всё же не забросят сериал. Чуть получше дела обстоят у игр по SCP, а игры — это важное дело. С выходом новых игр и больших обновлений к старым нередко связаны самые большие пики интереса к этой мультивселенной. Когда вышла игра про SCP-087 Лестницу, потом Containment Breach, а потом и сетевая игра Secret Laboratory. Ещё к таким играм, наверное, можно отнести игру про SCP-3008 Бесконечную Икею. Хотя, как по мне, её потенциал ещё не раскрыт разработчиками в достаточной мере, но игра как минимум заметная. И я думаю, многие из вас знают о том, что сейчас есть и развивается новая бесплатная игра SCP-Unity. Ссылку на сайт игры на всякий случай оставлю в описании, может кто не видел. Сама игра поначалу позиционировала себя как ремейк уже во многом устаревшего Containment Breach. И сейчас несколько изменила свою концепцию. И от версии к версии развивается в сторону иммерсивного приключения. То есть теперь это не просто рогалик хоррор, копирующий старый Containment Breach, где персонаж D-класса бежал из зоны содержания по случайным коридорам, уворачиваясь от монстров от мира SCP. Теперь эта игра, основной смысл которой в том, чтобы игрок познакомился с самыми разными аномальными объектами. И так сказать, почувствовал всю их суть. Основа сюжета всё та же. Персонаж D-класса приходит в себя в зоне содержания и пытается выбраться. По пути он встречает разные объекты и скорее знакомится с ними, с их сутью, чем просто пытается от них не умереть. Из каждой новой версии игры такого контента там всё больше. Игра хоть и бесплатная, но всё же зарабатывает деньги. Например, в ней можно купить свой офис, комнату с уникальной обстановкой, которая будет всегда появляться в игре купившего. Ну и с какой-то вероятностью даже у других игроков. А это уже коммерческое использование. Но вот незадача. Тот самый парень, которого мы встречаем в самом начале игры, и который хочет похрустеть нашей шеей, SCP-173, он несколько против зарабатывания денег на своём образе. Потому что привычный вид статуи, который мы видим на самом сайте SCP и в старых играх, срисован со скульптуры одного японского художника. Он передал своё творение в SCP по лицензии, которое коммерческое использование не разрешает. Проблему надо как-то решать, подумали разработчики игры, и набросали несколько скетчей с новым обликом этого существа. К этой движухе, кстати, присоединилось множество художников, нарисовав свою версию обновлённого SCP-173. Но разработчики в итоге выбрали из своих картинок, и выбрали тот вариант, который меньше всего похож на оригинал. Добавили именно его в игру вместо старого, а вернее оригинального SCP-173. Недавно на канале Доктора Циммерина вышло интервью, в котором участвовал дизайнер этой игры. И он сказал, что долго пытался понять, что именно пугает людей в статуи, и перерисовать её так, чтобы сделать её полностью другой. Но при этом сохранить все те пугающие элементы, которые нравятся людям. При этом похоже, что он отлично знает лор в статуи, и понимает её, так сказать, внутреннюю суть. Прежде всего то, что SCP-173, как маленький ребёнок, хочет, чтобы на него постоянно смотрели, жажда внимания. Он ломает шеи в наказании за безразличие к нему, и в новом дизайне он пытается отразить всё это. Кроме того, дизайнер статуи объяснил, что у нового SCP-173 множество лиц, каждая из которых отражает какую-то из частей его противоречивой личности. Это уже отсылает ко множеству рассказов, пытающихся раскрыть богатый внутренний мир 173-го, часть из которых я уже читал на этом канале, так что можете смело искать в рожицах в нём скрытые смыслы, они там есть. Народ, конечно же, заволновался. Кто-то говорит, что третья нога лишняя, кто-то, что лапы какие-то не такие. Другие же связывают новый облик как бы со взрослением 173-го, ведь действие SCP-Unity имеет место в далёком будущем, судя по обстановке. А чего бы штуки, сделанные из арматуры и бетона, не повзрослеть в самом-то деле? А может это именно та форма, которая получилась после того, как статую разломали в одном из рассказов? Обломки собрались в такого вот красавца. Новый 173-й даже выглядит так, как будто был собран из отдельных кусков. А может даже авторы самого SCP подтянут к новому облику какой-то интересный ориджин? Если это получится, обязательно сделаю про это видео. Как думаете, получилось ли в итоге что-то годное или хорош только тот самый SCP-173 от японского гения, который стоит где-то в Японии в музее и наслаждается восхищёнными взглядами людей? Кстати, о делах наших местных. В Руфилиале появилась довольно важная, на мой взгляд, статья. Советы по поводу того, какие истории вообще писать на Руфилиал сайта SCP. И главное, как писать их хорошо. Самостоятельно вы можете прочесть её, найдя ссылку в описании. Там даётся несколько очень дельных советов, следуя которым вы сможете описать неведомый объект правильно и интересно. Это не какие-то обязательные правила, это скорее описание свойств, которыми должен обладать хороший годный объект. Тут и общие советы. Ведь хороший и интересный объект должен рассказывать историю, поднимать важные и сложные проблемы. Аномальные свойства объекта должны дополняться его формой. А сам текст должен быть динамичным. Ведь каждый абзац хорошего объекта рассказывает читателю что-то новое. Есть и специфические для Руфилиала советы. Например, по поводу выбора тем. Как раз то, за что я тут топлю. Ведь у нас тут в странах СНГ много всего интересного в плане мистических историй. И по большому счёту неизвестного. Почему бы не рассказать и об этом? Я вот даже подумываю о том, чтобы сделать отдельное небольшое видео по поводу нескольких таких историй. Которые сам знаю и о которых практически нигде не говорят. Кстати, у меня же есть группа ВКонтакте, а ещё Reddit. Заходите и туда, и туда. ВКонтакте недавно один из подписчиков рассказал о том, что он с другим разработчиком, кстати, теми людьми, что занимались локализацией Containment Bridge, делает игру по SCP. Причём по SCP-087. Да, снова лестница. Но разработчики обещают некоторое переоспасление этого объекта и создание жирной атмосферы, психологического хоррора и всё прочее. Несмотря на некоторую банальность выбранного объекта по видео, который ребята показывают, видно, что с атмосферой они заморочились на отличненько. Тут и подземелье мрачное, и монстр неведомый. Пока что выглядит многообещающе. В обозримом будущем разработчик выпустит демку. В неё я поиграю, наверное, на своём другом канале. На том же, где сейчас делаю обзор про Слендера. Если вы делаете какой-то проект по SCP, поделитесь новостями о нём в группе ВК или на Реддите. Если ваш проект действительно хорош, я обязательно расскажу о нём в видео. Отличное же предложение. Такой вот получился сборник всего. Отдельно меня радует, что просто достаточно много событий происходит, чтобы вообще такие видео время от времени выпускать. Несмотря на то, что мир погружается в пучи на безумие, в SCP делаются дела, и это прекрасно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok